Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последствия сутки выявлен 91 новый случай новой коронавирусной инфекции по данному управления Роспотребнадзора. В городе Якутске зафиксировано 50 случаев, в Алданском Улусе 6 случаев, в Нерингринском районе 5, в Мигинок, Нагаласском и Хангаласском по 4. По два случая зафиксированы в Амгинском, Верхневилюйском, Усе-Алданском. В Вилюйском, Мирнинском и Сунтарском. Кроме того, по одному случаю зафиксировано в Горном, Жиганском, Ленском, Намском, Амиконском, Татинском и Чуропчинских Улусах. Необходимо обратить внимание, что еще раз я акцентирую внимание, что уважаемые жители Республики, уважаемые приезжающие и отправляющие своих детей к бабушкам и дедушкам в Улусы Республики, просим соблюдать те меры предосторожности, которые установлены указами главы Республики Саха и Якутия на территории Республики. Ежедневно продолжают приезжать дети в Улусы нашей Республики. Ежедневно продолжают приезжать в отпуска жители нашей Республики. Именно, как правило, привоз, соответственно, вируса в районы дает и те группы заражений, которые сегодня у нас фиксируются в районах Республики. Осложнилась на сегодня у нас ситуация в Ивенопытантайском Улусе, где проводится соответствующее ПИТ-расследование, итоги которого будут объявлены завтра. За сутки проведено 1279 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период пандемии обработано 1 миллион 200 тысяч 658 тестов. Уважаемые жители Республики Саха и Якутия, вчера были объявлены, соответственно, вчера были приняты методические рекомендации Минздрава Российской Федерации о порядке вакцинирования и лечения заболеваний у беременных женщин. К сожалению, заболевание беременных продолжает фиксироваться на территории Республики Саха и Якутия. Соответственно, сегодня санитарные авиации доставлены в город Якутск, а двое женщин молодых также в состоянии беременности и с новой коронавирусной инфекцией. Еще раз обращаюсь к их членам семей, к окружению, к коллективам, к тем, у кого работают работодатели беременные, те, кто сегодня ждет своих детей в семьях. Просим обращать внимание и особо относиться к данной категории людей и очень четко соблюдать те правила, которые установлены для того, чтобы продолжить здоровое поколение в нашей Республике. На 6 июля 2021 года в Республику поступило 268 037 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В целом у нас по вакцине первого характера поставлено 218 871 человеку. Вторую вакцину уже получили 177 017 человек. Использовано в целом 81% от общего числа вакцины, поступившей в Республику. Необходимо обратить внимание, что на сегодня вакцинация является единственным способом, который позволяет нам в том числе предотвратить распространение инфекции и, соответственно, вместе с соблюдением ДОРМ даст возможность нам пройти этот достаточно сложный период для всего населения Республики и страны более мягче. В ближайшее время у нас на настоящий момент проходят Игры Мончары. Организационный комитет по проведению Игр Мончары сегодня проводит аккредитацию участников Игр Мончары. Необходимо обратить внимание, что даже среди тех, кто приехал для участия в Игр Мончары, наши медицинские работники выявляют заболевших. В результате этого снимается полностью команда с последующих игр, что и, соответственно, является определенного рода санитарным барьером. В связи с чем я хочу обратить ваше внимание на то, что достаточно сейчас очень сложное, напряженное время. Хотелось бы, чтобы соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. И не только соблюдались, но и работодатели поняли, понимали о той ответственности, которую они несут за то, что их работники должны быть здоровыми. Это очень важно для достижения любого результата. Продолжение следует...